Друзья, всем привет! Проверяю рецепт японских шариков из рисовой муки. Давайте посмотрим, что из этого получится. Рецепт очень простой и состоит всего из двух ингредиентов. Это рисовая мука и вода. Делаю все по рецепту. Беру 4 столовые ложки рисовой муки, вливаю в воду, замешиваю крутое тесто, напоминающее пластилин. Тесто действительно получилось очень приятное, не липнет к рукам. Замешиваю вначале ложкой, а потом руками. Тесто легко лепится, напоминает пластилин и приятное на ощупь. Скатываю колбаску, делаю ножом отметки примерно на одинаковом расстоянии и нарезаю на кубики. Затем каждый кубик скатываю в шарик размером с грецкий орех. Получилась вот такая горка шариков. Я думаю, на вкус они будут похожи на ленивое варенье. В рецепте написано, опустить кипящую воду, помешивать, дождаться всплывания, затем варить еще 3 минуты. В общем, варила я эти шарики аж целых 30 минут, но они так и не всплыли. Ладно, думаю, не всплыли, но за 30 минут должны хоть свариться. Достала шарики, нанизала на шпажки, получилось очень красиво. Поливаю сиропом, но пора попробовать. Фу, вообще невкусно. Такое впечатление, что я ем сырое тесто, липнет к зубам. Вот, честно говоря, таких рецептов в интернете очень много, которые не получаются. Непригодные в пищу шарики получились, а тесто вполне можно использовать в детских играх. Сырое тесто очень даже хорошо заменит пластилин, можно его даже подкрасить. Так что, если кто-то и видел такой рецепт, не ведитесь, не готовьте. Может быть, если в тесто добавить еще какие-то ингредиенты. Например, яйцо или сметану, может что-то и получится вкусное. А из двух ингредиентов, рисовой муки и воды, шарики даже не сварились. После 30 минут варки тесто осталось сырое, а как такое может быть, я даже не знаю. Может, кому-то и поможет этот рецепт сэкономить рисовую муку и время. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте с колокольчиком подписаться на канал, и тогда оповещения о новых видео вы получите самое первое. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!